Оба! Привет, с вами доктор Влад. Ну чё, у нас плюс три, у нас всё спокойно. Песков, Путин не готовит никакое обращение к нации о дате голосования по Конституции. Ранние СМИ сообщали, что голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на 12 июня или 13 сентября. Песков говорит, не-не-не, ничего нету. Может ли, отвечая на вопрос о том, будет ли голосование перенесено, Песков предложил дождаться, когда дата голосования будет определена соответствующим актом президента. Вот он чем занимается, он актами занимается. В актовом зале. Понятно всё, да. Так, не работаешь в офисе, лишь 16% компаний отпустили сотрудников по домам. Остальные говорят, пускай сидят. Присутствие людей на работе обязательно. Не, ну я понимаю, дома нельзя там на токарном станке работать, хотя в гараже можно. Вот, а то, что, ну зачем там сидеть и есть глазами начальства, ну не знаю. В общем, если вот объявят такой вот карантин глобальный, то российская экономика, да, всё, она встанет. Правительство нашло ещё одну проблему в борьбе с коронавирусом. Тут у них заседание каждый день. Вот, и оказывается, вот тут выступил какой-то вице-премьер. Во многом происходящее вокруг коронавируса и в России, и в мире коммуникационный вызов проблемы информационного воздействия власти и населения. Информационного взаимодействия власти и населения. Ну не знаю, ну конечно они врут, но только он, наверное, не это имел в виду. Если он так скажет, его сразу посадят. А ты не воруй. Дети оказались скрытыми разносчиками коронавируса. Дети наши цветы, да, но нельзя давать им распускаться. Китайские исследователи пришли к выводу, что у детей, заражённых коронавирусом, появляются лишь слабые симптомы, но они разносят инфекцию. Вот так вот, ребята. Кошмар. Господи, это опять у меня лента руни как. В Париж вошла военная техника, ребята. Там всё очень серьёзно. Да, вот какие вот зелёные стоят. В сети распространяются кадры, на которых запечатлена военная техника, вошедшая в Париж. Так, а это что ещё такое? Двукратный. А, я знаю, что это такое. Плохо открывается. Сегодня вообще интернет безобразно работает. Так. Упс. Двукратный чемпион мира по фигурному катанию умер в 30 лет. Сердечный приступ. Ну, знаете кто? Это японский фигурист американского происхождения Крис Рид. Сердечный приступ. Что такое? Что случилось? Ну, не знаю. Накачивают их всякой ерундой, ребята. Это же запредельно. Я всегда говорю. Кандидат мастера спорта – это максимум для здоровья. А всё остальное-то здоровьем назвать никак нельзя. Опа. Почему все скупают туалетную бумагу? Пытаются узнать на Рамблере. Ну, ребят, они никак не объясняют. Паника, паника, паника. Руки, что ли, вытирать вот тут пишут. Ну, попробуй туалетной бумагой вытирать руки. Да, она же вся сразу мокрая, липнет и всё. Не знаю. Я эту загадку пытался разгазать ещё там где-то 5 роликов назад. Ну, разве что, ну, да. Когда семья сидит дома, то туалетная бумага расходуется. Ну, не так же. Ну, шо, они все засранцы, что ли? В конце концов, такое слово даже грубое. Ерунда. Я не знаю, зачем покупают. Покупают и всё. Новый рекордный обвал фондового рынка США. Впервые почти за 35 лет. Ой, ой, ой. Ну, да. Трамп предрёг экономике США невероятно рост после того, как с коронавирусом будет покончено. Вот как этот, как мула. Вот молится. О, 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 о. Господи, когда мы от него избавимся? Статую свободу закрыли для посетителей. Да, закрыли. Туристы, заранее купившие билеты, могут рассчитывать на компенсацию. Российский онлайн кинотеатр открыли бесплатный доступ за коронавирус. Ребят, ну, вот это хорошо, да. Это хорошо. ОКО, ИВИ, Премьер, Кинопоиск, HD, Мордат, ТВ. Ну, смотрите, да. Смотрите, сидите дома и смотрите кино. Ну, хорошо. Молодцы. Так, эксперты предупредили россиян о начале кибер-коронавируса. А, короче, письма рассылаются подметные, якобы от ВОЗ, Всемирной Организации Здравоохранения. И они воруют персональную информацию. Ребята, ВОЗ никогда и никому никаких писем не рассылал. Это так, чтобы вы знали. Жизнь в США практически остановилась на фоне пандемии. Ой, интересно, мне тут один написал в комментариях, что если бы я не смотрел ваши ролики, правда бы поверил. Ну, какой-то ролик выложил, да, блогер из Америки. Вот пишет, американцы сидят по домам, не выходят, боятся коронавируса. Да они вообще никогда не выходят из дома. У них нет такого. Вот у нас деревня, да, ну, российская деревня. Все шатаются в любое время дня туда, сюда. Вот. А у нас, ну, все дома сидят, конечно. Они как сидели, так и сидят. Так что это ерунда. Дать россиянам право на долю от экспорта полезных ископаемых и пенсию в 60 лет предлагает партия Яблоко. Ну и чего? Ну, предлагайте. Мало того, они даже, знаете, как хотят. Возраст выхода женщин на пенсию при этом будет сокращаться на 2 года за рождение каждого ребенка. Если у тебя 5 детей в 50 лет на пенсию. Да и это чушь все. Не будет такого никакого. О, я посмотрел. Слушайте, есть такой сатановский, оказывается, да. Вот шизофрения, ребята, шизофрения. О, вот он пишет насчет того, что во всех странах так, что вы думаете? Только в России, что ли, так воруют там и так далее. Значит, передают, ну, допустим, родители детям передают хорошие места сладкие, да. Вот, не, везде такой чего. Если Навального назначить вместо Путина, то же самое будет. Ой-ой, он чумовой. Сатановский еще фамилия-то. Имя дал судьбу, предсказал. Чего это у меня такое? О, ребят, это квест. Способное достроить Северный поток-2 судно поплыло в Мозамбик. Короче, там, по-моему, штурман с капитаном нажрались, да, и не знают, куда плыть. У них компас, наверное, сломался. И вот они вот болтаются вот туда-сюда, туда-сюда. Вообще кошмар. Инвитро начнет делать тесты на коронавирус. Услуга будет запущена в течение 30 дней. Да через 30 дней уже у трупов придется делать. Ребят, все очень плохо, да. Я вот немножко отвлекусь, все очень плохо в России, потому что молчат. Потому что дело не в том, что вот, ну, например, молчат, не хотят пугать, да. Дело в том, что не могут определить на самом деле вирусоносители. А значит, они ходят и разносят, ходят и разносят, понимаете. О как, ладно, хорошо, ничего хорошего. Хорошо, ничего хорошего, да. Доктор уже заговаривает. Саудовская Аравия придется дорого заплатить в нефтяной войне. Да. Дорого. Потому что, действительно, я вам уже рассказывал, что фраг танкеров стал значительно дороже. И все равно они останутся в выигрыше. А Россия построится колоннами, шеренгами, колоннами и пойдет в ЖЭ. Точно вам говорю. Плохо это. Я хоть и шучу. Ну, а какие шути? В Московской мечети начали читать Коран из-за коронавируса. Ну, Коран, коронавирус. Читают. Вон стоят, да. Ой-ой-ой, обращаются к Всевышнему. Да. Последним данным в России заражено 93 человека. Да какой там? На 50 можно множить. Москвичам назвали новый способ защиты от коронавируса. Ребят, вообще вот это интересно, да. Знаете что? Мазь. Вот они даже не говорят, какую мазь. Любую, я так понял, хоть вазелин. Если вы часто находитесь в местах скопления народа, рекомендую наносить в нос стандартной мази. Чтобы не, ну, как сказать, вот этот вот вирус, чтобы он не проходил в слизистую, да, ну, как защитный слой. Вот. А потом, значит, эту мазь вымывать. Омывание слизистой оболочки нейтральными растворами. Ну, нейтральными водой. О, как интересно, да. Ну, вообще-то да, мазь. Просто в нос намазать и ходить. Да, я знаю, когда холодно, на лицо жир наносят. Вот. Потому что жир задерживает тепло очень хорошо. Ну, вот в данном случае, интересно. Москвичка выпала из окна и полчаса провисела на кондиционере. Полчаса они ждали МЧС. Полчаса. Вот она висит на фасаде здания. Можете представить такое, а? Какой кошмар. О, её, наверное, оторвать потом не могли от этого кондиционера. Ужас. Ужас. Полчаса ехала вот эта вот МЧС. Москвичам назвали последствия боязни коронавируса. Это у меня что-то Мослента, да? Последствия боязни. А, ну, то есть тревога может мобилизовать человека и сделать его более осторожным. Может привести и к неконтролируемой панике. Да это как бы понятно, ребята. Ну, не паникуйте. Ну, чё. Не паникуйте. Опубликовано видео строительство больницы для заражённых коронавирусом в Москве. И сразу мне вспомнилась песня. Поле русское, поле. Да, поле, вот и машины стоят. Всё. Строят больницы. Россия увеличила вложение в гособлигации США на 536 миллионов. Ха-ха-ха. Вкладываются, а всё кричат. А велика. РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений. Ну, наконец, до них дошло. Вообще интересно, ребят, смотрите. После каждого причастника ложечку обтирать пропитанным спиртом платом, ну, платком, наверное, с регулярным обновлением пропитки. Затем её окунать в воду с последующей утилизацией воды. Запивку давать только в одноразовой посуде. А, это не к Пасхе готовится. Вот чё. Так, для раздачи просфор использовать одноразовые гигиенические перчатки. О, как! Представляете, батюшка в перчатках. Крещение проводить только индивидуально с дезинфекцией купели. Для помазания использовать ватную палочку и бумажную салфетку с последующим сожжением. Приостановить работу воскресных школ, приходских секций и кружков. Сотрудникам прихода в подворье и монастырей соблюдать общий мер гигиены, дезинфицировать руки не реже одного раза в два часа. Измерять температуру перед началом трудового дня. Трудовой день. Регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами иконы, к которым прикладываются прихожане. Ну, то есть, один приложился, второй стоит раз с тряпочкой, приложился, опять раз с тряпочкой. Слушайте, ещё бы год назад. Вот какой год? Вот до Нового года. Мне кто бы сказал, что вот так вот год начнётся, да? Таким сумасшествием. Боже мой. Боже мой. Российский аппарат Луна-25 высадится на Луну в следующем году. Господи! Вот кто о чём вшил и пробанил, да? Это Рогозин. Переживай, что про него все забыли. А это что ещё за фигня? А, назван возможный срок, когда закончится пандемия. Ребята, это очень интересно. Американскими специалистами из Калифорнийского университета считается, что единственной стратегией борьбы с коронавирусом является развитие иммунитета у населения. А иммунитет развивается через 12-18 месяцев. Но если коронавирус мутирует, ситуация изменится и усложнится. Популяционный иммунитет не вырабатывается. Да, я на русский язык перевожу с американского. Это пипец, ребята. Вот так он и будет, и будет, и будет, и можно дойти и до пещер. Потому что, ну, промышленность становится всё. Становится, в смысле, встало. Фух, весь мир в панике из-за коронавируса, а в Китае уже проводят соревнования. Да, это ерунда. Он тут один ядро толкает. Ну, и что? Ну, толкает. О, ребята, сегодня день Святого Патрика. Семна сама-то, да. Я зашёл на наш сайт посмотреть на Чикагске. Да, ну, ничего никаких не знаю. Мне кажется, ничего не будет. Вот. Зато обнаружил, что Чикагский аквариум закрыт из-за коронавируса. Поэтому персонал позволяет пингвинам гулять и смотреть на рыб. Пингвины там сейчас гуляют вместо посетителей. Вот тоже с твиттера. В центре Москвы машина сбила вдову худрука театра на Таганке Юрия Любимова. Каталин Любимову госпитализировали. Правоохранительные органы разыствуют водители автомобиля. Ничего себе. Вот это да. Алексей Венедиктов. Вот интересно, знаете, да, эхо Москвы. Комиссия по развитию гражданского общества Москвы большинством голосов плюс 13 минус 4. Значит, это 7 получается, да. Почему-то плюс 13 минус 4 равняется 7. Это как это так? Плюс 13 минус 4 – 9 получается. Ну, неважно. Большинством голосов. Поддержало предложение Венедиктова об обращении ОП Москвы к президенту о переносе голосования по поправкам в Конституции в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Почему так неграмотно написано? В связи слитно. Минус 13 плюс 13 минус 4 получается 7 у них. Это какая-то чушь. Ну, не знаю. Ладно. А, вот тоже Алексей Венедиктов. Тоже на твиттере. Полицейские и росгвардейцы оказались перед неразрешимой смысловой дилеммой, увидев человека с плакатом Путину пожизненный срок. Хорошо, да. О, ребят, у меня все, слава тебе, Господи, так тяжело стало читать вот эти вот новости. Не потому, что я старый, а потому, что новости гадкие. Но зато сегодня мне написала Елена и предложила послушать ее новые стихи. Я включаю ролик, смотрите. Ну, хоть немножко, может, успокоиться. Пока, с вами доктор Влад. Хочу по весне расцвести, словно роза. Щиплют глаза от слез и мороза. Устала душа от страданий томится. Я тихо уйду, чтобы вновь возвратиться. Прощаю я тех, кто мне беды пророчил, И тех, кто любил, и тех, кто не очень. Вы многому в жизни меня научили. Уроки бесценные я получила. Хочу в небеса я взлететь, словно птица, И крылья расправив, во сне раствориться. И наслаждаться свободным полетом, Смотря сверху вниз на земные красоты. Я к вам прилечу ветерком шаловливым, И волосы ваши взъерошу и грива, И дождиком теплым поду к вам на плечи, Чтоб смыть все невзгоды, Чтоб стало вам легче. Но вы не волнуйтесь, я вас не бросаю. Я с ангелом просто чуть-чуть полетаю. Он мне покажет дальние дали, Где никогда еще я не бывала. Там райские птички щебечут на ветках, А дикие звери живут по соседству. И люди друг другу там все улыбаются, И комплименты дарить не стесняются. Живут они в мире своем идеальном, И греет их солнышко с неба хрустального. Без войн и вражды, Без обид и тревоги, В любви и согласии долгие годы. Как говорится, в гостях хорошо, Но время домой возвращаться пришло. На грешной земле еще много работы, Нужно стойко пройти жизни круговороты. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова